Добрый день, дорогие друзья! Рады приветствовать вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня у нас в гостях молодой автор Елена Ибукова. Елена – журналист, она пишет стихи, прозу, эссе. Ее творчество уже не раз было отмечено на молодежном литературном конкурсе «Первая роса». В этом году Елена стала лауреатом этого конкурса в номинации «Иной жанр». Ее эссе, которое стало победителем конкурса, будет опубликовано в журнале «Симбирск» номер 3 за 2021 год. Я рада предоставить слово Елене Ибуковой. Добрый день! Прежде всего я хотела бы поблагодарить организаторов литературной гостиной за возможность рассказать о себе и поделиться с вами творчеством. Меня зовут Елена Ибукова. Я родилась и живу в Ишеевке. Работаю в местной районной газете. Но по образованию я учитель истории. Окончила педагогический университет, исторический факультет, и после этого немного работала в школе. Но совершенно случайно я попала в газету и сразу поняла, что это мое. И вот я работаю в газете уже 15 лет. Тогда, когда я попала в газету, я думала, что журналистика поможет мне развиваться как писателю. Ну и отчасти так оно и получилось. Писать я начала уже давно, и мне трудно сейчас сказать, как и почему это произошло. Сначала я просто записывала свои переживания, эмоции, мысли. Мне тогда было где-то примерно лет 14-15. Постепенно я стала писать что-то сюжетное, основываясь на любимых книгах, фильмах. И затрагивала уже более жизненные темы. Я писала о том, что меня волновало. Стихи претели ко мне гораздо позже. Мне было тогда лет 17. Я прекрасно помню тот день, когда я написала первое стихотворение. Это было очень волнительно, и поэтому, наверное, я это хорошо запомнила. Можно сказать, что строчки пришли ко мне сами, и мне оставалось только их записать. С тех пор я стала писать стихи, и для меня это было что-то похожее на увлекательную игру. Было очень интересно находить рифму, придумывать новые темы и пытаться выразить себя при помощи стихов. Даже самые мои первые стихи, они уже были на довольно-таки серьезной теме. И я пыталась таким образом выразить свои отношения к жизни, найти свое место в жизни и понять, кто я. Вот для примера я прочитаю два своих ранних стихотворения. Все будет, и время обманет, и скроет обман на других, и музыка вдумчивой станет, стесненна бесчувствием стих. Но ветер повеет прохладой, смахнет пожелтевшую грусть. Мне больше в жизни не надо, я скоро с покоем смирюсь. Уйму все, что жаждало страсти, болело, горело, звало, и недостижимое счастье, которому мало всего. Но разве ведь можно поверить, хлебнувшая ее через край? Все будет, и время изменит, обманет грядущую даль. Конец игре. Опустим маски, откроем лица. Что скрывать? Я не боюсь людской огласки. Я разучилась доверять. Известно мне, как зло коварно и как бездейственные слова, в которых жалость беспрестанно о справедливости лгала. Веролом на откровение, о тех, кто подвигов не знал. Имел сполна вознаграждения, у честных славу отбирал. Игре леской я не внимаю, опустим маски. Жизнь и ход рассудят всех, а я у края, готова сделать шаг вперед. Но так получилось, что со временем стихов становилось все меньше, больше времени и сил, энергии я отдавала своей работе. У меня появилась семья, ребенок. И тогда я думала, что это был некий этап в моей жизни, который я уже преодолела. Некий такой этап на пути взросления. И стихи сами собой ушли из моей жизни. Но я продолжала писать прозу. В основном они были связаны с моими журналистскими впечатлениями. И только в 2016 году я узнала о существовании конкурса «Первая роса». Благодаря, опять же, моей работе. Тогда у нас в газете появилась литературная страница. И я, как редактор газеты, стала искать для нее авторов. И познакомилась с творчеством многих ульяновских поэтов и прозаиков. И в том числе среди них был лауреат конкурс «Первая роса». И тогда мне стало интересно, что это за конкурс. И я решила принять в нем участие. Отправив на него свой ранний сик, который писала в 20-20 небольшим лет. И тогда, когда я получила поддержку от организаторов конкурса и прониклась в его невероятно творческой атмосферой, узнала много интересных пишущих молодых авторов. Как-то я воодушевилась после этого, и стихи снова стали ко мне приходить. После этого я уже каждый раз участвовала в конкурсе. Получала обратную связь от его организаторов «Теплые слова поддержки». И тем самым продолжала развиваться, получала новый импульс для своего творчества. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо организаторам этого конкурса. И в первую очередь Ларисе Михайловне Безденежных за огромную поддержку, за «Теплые слова» и за веру в нас, молодых начинающих авторов. Мне очень трудно говорить о себе и как-то оценивать свое творчество, поэтому лучше я вместо этого прочитаю свои стихи. Без возраста, без имени, условности отброшены, Пространствами пустынными я застилаю прошлое. Нескрытая топорщица противится забвению, Напрасной оплошности отъявленного гения. По мере приближения к тому, что не сбывается, Признаю поражением желание раскаяться. Лишь мысли невесомые скользят по кромке времени, Виновные, искомые, дошедшие, предельные. Я не я, а будто бы она В зеркалах безжизненных мелькает, Класс ее стеклянных пустота, Мои мысли слабо отражает. Тоже неуместное лицо, будто бы навязанное кем-то. Я не я, а может быть оно Чья-то неумелая подделка, Тот, кто замышлял такой подлог, Знать не знает, в чем моя тревога, И блестит в зеркальный потолок, Пряча растерявшегося бога. Судить, как осудили Ценцината, Потешный приговор, картонные жюри, Была ли казнь, где точка невозврата, И где страна, куда ушли они. Грубый сколочен мир, как будто настоящий, Раскрашен скупо, без претензий строк, И каждый в нем отчаянно прозрачен. А я в тюрьме, паук, свеча, листок, Прорезь подкоп пустое искушение. Сосед-палач не скрасит мой досуг, Гостей не жду, но слышу, Когда дверью крадется кто-то. Нет, обманчив слух. Неси мне стражный книг потяжелее, Молчи о сроках, не зови родных. Я свыкну здесь и написать сумею О выживших, бесстрашных, молодых. Вот это последнее стихотворение, Это я позволила себе некую вариацию На роман Набокова «Приглашение на казнь». Набоков – один из моих самых любимых писателей, К творчеству которого я постоянно обращаюсь. И меня удивляет его взгляд на литературу. И то, что он не признает никаких авторитетов, И оценивая литературное произведение, Основывается именно на свое понимании О предназначении литературы. Вот это мне очень близко. Вообще для меня стихи – Это попытка сказать о тех вещах, Которые нельзя сказать какими-то другими средствами. Вот как жизнь, она подводит нас к чему-то И пытается заставить нас посмотреть На некоторые вещи под иным углом. Увидеть их в ином свете. Так и стихи, они дают особое понимание мира, Особый взгляд на него. Пусть не целостный, обрывочный, Несколько обрывочный, фрагментарный, Но это взгляд тот самый точный В конкретный момент времени. И вот из этих конкретных небольших переживаний Складывается уже целостное представление, Целостная картина мира. Бывают мысли не по возрасту И не по силам тягостня, Когда додуманное сложится В одно отрывистое зря, Когда пунктирное как будто бы И непроложенное зачем Разметит время промежутками Между колеблющихся стен, Когда нечаянность падения На миг осрочит шаг вперед, И подлость недоразумения От совершенности спасет. Кажется, так легко удержаться В том, что не терпит условных времен, Бьет наугад, Избегает контрастов И оставляет за спор в зазор, Ставит свободу превыше закона, Знает иные сквозные пути, Опустошает с чуткостью слова, Предвосхищает сребрению уйти, Манит едва утоленным желанием, Ищет неведомых сил глубину, Не измеряет разлук расстоянием И не дает красоте слабину, Как же коварны кривые намеки, Как безрассудно немая мольба, Ловко сплетаются робкие строки, Слов непреклонных, скупых ворожба. Покружение теней, Вездесущих, невесомых, Заставляющих людей И существ себе подобных Жизнь размеренно течет, Складывая время в годы, Все они вводят хоровод, Покупели небосводы, Плоское небытие, Бездыханное молчание, Тени лепят на стене Брельефа подсознания, И чем ближе, тем сильнее Искушение с ними слиться И бесплотностью своей Полной мере насладиться. Потом было больно, Больно и пусто, Ни мыслей, ни тени смятения, Мой мир обесцветился, Жался безвкусно, До одного измерения, До точки недвижной, Скопление молекул При тайне вселенского ока, Как отблеск рассеян тусклого света, Магического потока. Два монаха спорили о вечном, Говорят, послушивать грешно, Но когда благочестивы речи, Искушением сладить нелегко. Первый старчески тяжелым тоном, Хронус и Логос, Сознаток, Восхвалял всевышние законы, Будто сам себе давал за рог. Говорил, плетя узоры смысла, Узелки тянул отпуска, Вводил пустые силогизмы Из-под сторонностей зеркал, А другой, презрительно вздыхая, Прячь слеповатые глаза, Намекал, что тема непростая, И крестил поспешно образа. Пантон небесный призывая, Высшие свидетели свои, Сетывал на заселенность рая Самыми обычными людьми. Ветер рвал слова немилосердно, И швырялся ими, что есть сил. День упрямо и самозабвенно Угасал и в вечность уходил. Пусть отречение будет взаимным, Радость случайная, Победа бескровной, Страх мимолетный, Прощение посильным, Боль окрыляющий, Смех приглушенным. Невозмутимой останется память, Мысли лукавые пусть разбегутся, Лишь бы узнать то, Что можно исправить, И этим знанием не обмануться. И природу творчества, На мой взгляд, лучше всего Можно выразить именно стихами. Неуловимых красок игра Плетется узором штрихов утонченных, Легкость руки и дрожание пера, Трепетных пальцев разоблаченность, Робко скользит по глади листа, Путь открывая каждому слову, Мысли наивность и простота, Буквенно-знаковая условность, Прочь отсекая пространство, Пусть жизнь сеет на пыльных страницах сомнения, Скроет глаза, Устремленные ввысь, Скорбный покой своего откровения. Главное очарование стихов, В их спонтанности, Ведь никогда не знаешь, Когда они придут, Какими словами ты сможешь Выразить свое сегодняшнее настроение, И каким взглядом посмотришь завтра На то, что написал сегодня. Иногда каждый достаточно Лишь прислушаться к себе, Для того, чтобы поймать ритм, Найти нужные слова, Подходящую интонацию, И это действительно редкие И очень счастливые моменты. Бесплодные дни, Открыта страница, И на задворках слышны голоса, Роются мысли, Сладко томится в дреме Священная плутовка весна, И тишину разрывая на части, Бредя словами, Жадно ловить В воздухе от звуки близкого счастья, Крестным знамением благословить, Сбросить все лишнее И напускное, Слез по волоку Небрежно стряхнуть, И разглядеть За густой темнотой, Благословенный, Спасительный путь. Напрасная словесная рутина, Унылая дребезжающая строка, Скупых абзацев Вирующая сила, Столбцов однообразных глухота, Паденный труд, Небрежный растрат, Казенный слог, Снота полос, Терпимая радушная бумага, Ветеватый слепленный разнос, Чеканность мысли, Сдобренная фальшью, Срыховатость вялого листа, Излишне показная настоящесть, Свезенная к шаблону простота, Мой повседневный долг, Как зернировка воли, С покорным безразличием творца, Мастеровой, Мечтах о лучшей доле, Сучит по ручке Грубого резца. Без решеток и конвоиров, Без приказов и директив, Обходными путями пунктиров, Предсказуемых перспектив, Так сомкнется на точке схода, Из которой возврата нет, Непрекаянная свобода, Вопреки подрассудкам лет, За окном, Госстыда и страха, За столом, Кто-то пьет до дна, За стеной примеряет плаху, Распротертая тишина, Закоулки словесных окраин, Забытья долгожданный плен, Время выдохнет, Замирая, В предвкушении перемен. Над родиной моей Все те же звезды, И небо своей ясностью манит, Укрыться в тень Пока еще не поздно, Но солнце возвращается в зенит, И перед тем, Кто правит ориентиры, Вводя на нет все прежние миры, Стояли мы, Без веры и без силы, Отвергнувшие правила игры, Бездомный, Терпеливый, Как бродяги, Беспомощный, Смешливый на показ, Глядет финал Многосерийной саги, Крестовства ли нам В последний час, Растерзанный надрыв Предсмертной строчки, Насквозь пронзенный, Нестерпимый вой, Глядит земля В распятый купол ночи, И те же звезды Над моей страной. Хотела бы сказать Еще несколько слов О своей прозе. В прозе я Стараюсь оставить читателю Пространство для размышлений, Для Поисков Своих Смыслов, Для переживаний Собственного понимания Написанного. И еще я пытаюсь Сделать свою прозу Максимально Сжатой, Емкой И содержательной. Вот, наверное, Именно об этом Я написала В своем эссе, Который представила На последнем конкурсе Первая роса. Эссе называется «Вопреки времени». И вот сейчас я зачитаю Первую его часть. Представь, Перед тобой лист бумаги, Стандартный А4. И как бы ты не ужимала И без того мелкий почерк, И не пыталась поместить Бесчетное количество мыслей Между строк. Ты ограничена Одним листом. Только разреши себе Исправление. Право ошибаться Это первое И главное право. Право запомни. А теперь приступаем. Сколько бы раз Я не пыталась мысленно Провести этот сомнительный Эксперимент, Неизменно возникал вопрос. Я ограничена Только в пространстве Или еще и во времени? В том ты делаешь, Что не знаешь. Есть лист И есть ты. Я решаю. Каждый день по строчке. Тогда времени может оказаться Больше, чем место. Начинаю пропускать дни. Недели. Слова копятся внутри. Из многолосья Отсеиваются ненужные. Со временем Отсею все строже. Строки теснее. Слова мельче. Переворачиваю лист И перевожу нехитрые расчеты. Должно хватить. Ниже бы хватило слов. Ведь ноги уже отброшены Безвозвратно. Пробегаю глазами По неровным строчкам. Свободный стихийный поток. Затихающий. Превращающийся в редкие Одиночные всплески. Скажут на грани безумия. Но разве можно иначе? Я все продумала и рассчитала. Но замечаю лишние слова. Устаревающие. Рискующие раствориться В повседневном речевом потоке. Сматриваюсь длинные Витиеватые обороты. Кого я хочу обмануть? Можно было бы Раздробить фразы. Заменить нерноценные покороче. Избежать ошибок и повторов. Удержать себя Обозначенных границах. Не быть расточительной и беспечной. Есть еще оборот листа. Буду внимательнее. Вдумчивее. Пробую прочитать все разом. Без запинок. Без пауз. На одном дыхании. Но интонационно сбиваюсь. Потыкаюсь на неровностях. Зависаю на недосказанностях. На что-то надеялась. Попросила бы хотя бы отстрадь. И уложилась бы. И бережнее обращалась бы со словами. И точнее бы высказалась. Тебе и в голову не могло прийти, Что можно поставить лист нетронутым. Чистым. Сейчас я зачитаю отрывок Из рассказа «Выход», Который я также представляла На конкурсе в прошлом году. И этот рассказ – это попытка Метафорически представить жизнь Как некое блуждание в ограниченном пространстве. Жалкое копошение. Круговерт слов. Понятия укоренились во мне И стали непредподъемными глыбами, Бесформенными массами чего-то невыразимого, С аккуратно наклеенными ярлыками. А на них – четкими резкими буквами, Да так, чтобы было заметно издалека Слова, которые складываются и читаются, Но уже не звучат. Государство, семья, церковь, закон, совесть, Долг, святыня, правда, сомнение, вера. И еще какое-то. Наэл, что ли? Остальные стерлись. А слово «свобода» остались четыре буквы. И они утекали, Ибо сказано, все течет, все меняется. И мысль, Самоизменяющаяся из тех форм существования, Всего лишь слова, произносимые внутри. Внутренний шмовой фон. Если бы я могла преобразовать его, Матерализовать, выровнять, Присоукупить, Пристроить к действительности, Приладить фразу до усредненности, Чтобы лишь чуть ее преодолеть, Но не улыбляться в непроходимые дебри. Надо было найти какой-то другой путь. И я шла. Шла наугад, шла босиком, По мягкому ворсу, По прохладному мрамору, По грязному паркету, По скользким ступенькам, По осколкам того, что было посудой, Помогало утолить голод, Ощутить себя цивилизованным. По опавшим листьям, По влажной траве, По обжигающим морскому песку, По колючей ледяной земле, По пепельно-пыльному асфальту, По зловонным лужам, По хлюпающей грязи, По рыхлым сугробам, По воде и по суше. Я шла и шла. Даже когда не было сил. Поиски затягивались, А времени впереди оставалось немного. Я спешил, но строительство опережало меня. Иногда я засматривалась На петляющие узоры на потолках, На игру бликов, На глинцевитых мозаиках, На вычурную лепнину, На строгие, застывшие, Вечно немоте портреты, На заманчивые своей непостижимостью картины. Засматривалась и забывалась, Потыкалась и падала, Было больно, но я шла, Не дожидаясь, пока рано заживут И перестанут кровоточить. Как скоро мне придется прекратить Бессмысленное блуждание? Когда я сумею приглушить Слепящий электрический свет? Найду клочок бумаги И тупой карандаш нагрызок, Расположусь поудобнее На подоконнике, Поглубже вздохну и... Мир вычерчен углем Со смесью белой глины, День движется к концу, Петляя наугад, И лепятся слова На плоские мотивы, Нанизывая звук На череду преград. Прискорбный ритуал Поддаться утешению, Коварности огня, Пространности молитв, Пролистывая успять, Отказанных прощения, Умение возмещать Не жди, не исцелит, Предчувствие весны Небрежнее с годами, Ждет в глубине Зеркальный мостовой, Ведь приступает свет За дыбкими следами, Какой-то неземной Прозрачной чистотой. Единая гладь, Разлитая по миру, Теряет свою власть Над тяжестью земли, Над плоскостью стола, Над грубостью рутины, Круговорот тепла, Природе пустоты. Сужается круг моих слов, Теснее избивает смысли, И тянет придирчивый слог, Бродись в предвкушении смысла, Похожим тропам, И там, куда не выводит кривая, По неразличимым следам, Все дальше и дальше от края, И голос, звучащий извне, Сольется с биением слова, Распахнутой тишине, Я призвана, я готова. Я знаю, мысленная связь, Иллюзия общения, О, если б мне тебя обнять, Остановив мгновение, О, если б сила моих чувств Имела воплощение, Та страсть, с которой я молюсь, Достигла всепрощения. Мой маленький, беспечный Бог, Ради забав или прихоти Мне наплевать, один итог, Любовь слепа на выходе, Слова рассыпаюсь на лист, Молчат заговоренные, Дай мне забыться и спастись Делами приземленными. Шесть букв, пять звуков, Два кротких слова, Всего лишь слово, проще простого, К концу смягчаясь немного глухо, Предвосхищает падение духа, Теплом домашним поманит робка, Мои промашки, его уловки, Оно приступно по всем законам, Шесть букв, пять звуков, Конец разбора. Я пред тобой стою, судья, И жду смиренно приговора, Сама людей судила я, Неосторожно и сурово, Вины не зная за собой, Я, говорю, как людей твердила, Но кто я есть перед судьбой, И в чем моих суждений сила, Так будь же непреклонно строг, Как я себе быть позволяла, Пусть будет мне зато урок, Что я вину всем примеряла. Главное для меня в жизни – Это двигаться вперед, Постигать что-то новое, Вдохновляться, Любить, беречь и заботиться О своих близких людях. Пока написана всего одна строка, О продолжении сумрачной и тусклой, Поведу рассказ издалека, По коридорам, путаным и узким, По подворотням и по сквознякам, Сбиваясь в ритме и фальшиве в слоге, Мелодия из сметенного стиха, Прелюдия в бессмертном монологе. Я в нотной грамоте признаюсь не сильна, Но метроном стучит неумолимо, Пока написана всего одна строка, Один аккорд на оголосье мира. Большое спасибо за внимание, Всего доброго. Благодарим Елену Ибукову За участие в нашей программе. Хочется пожелать молодому автору Идти по литературному творческому пути От первой росы к первой книге И найти своего читателя. В одном из стихотворений Елена пишет «И голос, звучащий извне, Сольется с биением слова В распахнутой тишине Я призвана, я готова». Вот этой распахнутости, Вот этой готовности к творчеству Мы желаем Елене Ибуковой и дальше. Всего доброго, дорогие друзья. На этом наша программа завершается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok